Партнер программы торгово-сервисная компания Макс Интер. Много говорить не буду. Всем привет. Меня зовут Макс Радман и это свой драйв. Драйв, который сегодня мы будем ловить от Феррари. Феррари СПА. Итальянская компания, выпускающая спортивные автомобили. Базируется в Маранелло. Основана в 1929 году сеньором Энце Феррари. Компания спонсировала гонщиков и производила гоночные машины до 1947 года. С этого же года начала выпуск дорожных спортивных автомобилей под маркой Феррари. На протяжении всей своей истории компания участвует в различных гонках, особенно в Формуле-1, где она имеет наибольший успех. Автомобили марки обладают безупречным качеством сборки, ведь процесс их производства ориентирован на достижение тех же характеристик, что и у болидов Формулы-1. Эмблема Феррари – вставший на дыбы жеребец на желтом фоне. Традиционным цветом автомобилей Феррари долгие годы является красный Росо-Корса, который используется с начала 20 века для автомобилей, предназначенных к участию в Гран-при Международной Автомобильной Федерации. Гоночные автомобили Формулы-1 также обязательно были окрашены в красный Росо-Скудерия, но компания выпускает автомобили и других цветов. А что говорить? Феррари? За последние десятилетия значительно выросло количество владельцев автомобилей этой прославленной марки. Если в начале 2000-х в Маранелло изготавливали 3775 экземпляров в год, то в настоящее время их производство увеличилось до 7000. Такая популярность обусловлена большим количеством инноваций, которые были реализованы при разработке автомобилей Феррари в течение последних 10 лет. Начало 21 века ознаменовалось выпуском нескольких моделей, моментально получивших мировую славу и признание. В 2004 году были продемонстрированы Феррари F430 и 612 Scagletti, в 2006 флагманская модель 599 GTB Fiorano и в 2008 гоночный купе кабриолет Калифорния. Благодаря высокой технологичности и обновленному дизайну эти модели стали безусловными фаворитами среди приверженцев роскошных автомобилей класса люкс. Кстати, две модели Феррари входят в десятку самых дорогих авто в мире. Это Феррари Ла Феррари Хайбрид и Феррари F60 Америка. А обязательно что-нибудь говорить? Может лучше промолчать? Это ж Феррари. Феррари занимается активным привлечением пилотов с мировым именем для тестирования дорожных автомобилей. В соответствии с их замечаниями осуществляется доработка всех прототипов. Испытанием предсерийных образцов занимались такие автогонщики, как Филиппе Масса, Кимми Райкенен, Лука БДР, Джан Карло Физикелло. Ну а для любителей автомобилей Феррари в 1993 году были организованы курсы экстремального вождения Корса Пилота на гоночных трассах Фьорана и Мугелла, которые существуют и сегодня. Обучающая программа предусматривает 9 базовых курсов. 4 курса для опытных автомобилистов, 3 курса Evolution для продвинутых гонщиков и 2 курса Challenge, предоставляющих право участвовать в настоящих скоростных соревнованиях. На протяжении всего периода существования данных курсов порядка 5000 человек получили сертификат пилотов Феррари. Макс, а что? Ну что, реально, что сказать? Что я скажу? Ну что, все равно же надо сказать, Саня. Ну что сказать? Феррари? Это же Феррари. Че тут сказать? Феррари? Ну ты скажи, Феррари. Вот это, ребята, Феррари. Феррари 360 является двухместным спортивным автомобилем. Выпускался с 1999 по 2005 год. Сменил Феррари F355, а потом был заменен на F430 Феррари. Это заднеприводная красотка с центральным расположением двигателя. Первый официальный показ в Феррари 360 Модена состоялся весной 1999 года. Местом премьеры был выбран международный автосалон в Женеве. Серийное производство модели стартовало чуть позже, в том же году. Первая модель 360 была отправлена в город Модена, где и родился основатель компании Enzo Ferrari. Внешне Феррари 360 Модена во многом напоминает предшественника в лице F355 Берлинетта. Экстерьер автомобиля получился стильным и грациозным. Особенно эффектно смотрятся два массивных воздухозаборника, разнесенных по углам кузова. За счет этого решения была увеличена площадь радиаторов без дополнительного ущерба вместительности багажного отделения. Нижняя кромка бампера на F360 немного приподнята. Кузов получил широкие юбки и наружные панели, лишенные острых углов. Любопытно, что обтекаемые формы Ferrari 360 Modena получились не столько благодаря стараниям дизайнеров, сколько в результате титанического труда инженеров и специалистов по аэродинамике. Они усердно трудились над снижением аэродинамического сопротивления автомобиля, проведя в общей сложности около 5500 часов в специальной трубе. Ferrari Dama энергичная. А где взять заряд бодрости? В нашем случае все понятно. Компания Maxinter в 2015-2016 году имеет 4 японских бренда. Это аккумуляторные батареи Panasonic в белом корпусе. Это аккумуляторы по новейшим технологиям. Это GS Yauza. Это третий производитель аккумуляторов и первый производитель на юго-восточном рынке. Также аккумуляторные батареи Yakagama в черном корпусе с красной крышечкой. И аккумуляторы Tattachi. Это также японский бренд. Аккумуляторы, которые имеют гарантию 2 года. И мы даем дополнительно гарантию 2 плюс 2, 2 года в подарок от аккумулятора Super President. Всем известный автомобиль мобилистам. И наш конек, конечно, это аккумуляторные батареи Atlas и Alaska. Для того, чтобы вы не знали проблем, мы предлагаем ряд услуг дополнительно. Это бесплатная проверка системы зарядки, проверка аккумуляторных батарей. И, естественно, рекомендации, когда вам нужно зарядить аккумуляторную батарею, либо ее уже поменять. Мы имеем также большое количество зарядных устройств. Знайте, что в зимних условиях аккумуляторная батарея начинает заряжаться только после одного часа работы. И потихоньку, когда вы мало ездите на малое расстояние, он потихоньку, аккумуляторная батарея разряжается. И плотность 1,28 падает до 1,20, когда уже настает критический момент. Поэтому у нас просьба к вам. Не доводите до этого свои аккумуляторные батареи. Своевременно приезжайте, подзаряжайте, либо возьмите зарядное устройство. Молчание – это золото. Иногда красное золото, как Феррари. А золоту надо соответствовать. Вот и соответствуйте, и все будет тип-топ. И если этот принцип работает в отношениях с женщиной, то обязательно сработает и с машиной. На этом закругляемся. Меня зовут Макс Радман. И помните, иногда лучше 5 минут помолчать, чем полчаса уговаривать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok